День Города Владимир Путин в послании к Федеральному собранию анонсировал новые социальные выплаты. Публичный отчет. Члены правительства Рязанской области ответили на вопросы рязанцев. Полицейскими задержаны трое иностранных граждан, подозреваемых в распространении героина на территории ряда регионов России. Каждая семья, где растут дети школьного возраста, включая будущих первоклашек, перед новым учебным годом получит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, детям из неполных семей с 1 июля выплатят 5 тысяч 650 рублей. Вот неполный перечень резонансных заявлений Владимира Путина в послании к Федеральному собранию. Кроме того, президент страны анонсировал серьезную финансовую поддержку учебным заведениям и раскрытие туристического потенциала малых городов. Максим Васильев продолжит. Внутренняя повестка ключевая в послании Владимира Путина Федеральному собранию. А словосочетание «семья» и «дети» вообще стало сквозным. В России очевидный спад пандемии, но локдаун серьезно ударил по благосостоянию граждан. Поэтому поддержку от государства ждали, а начиталась. Очередные прямые выплаты официально называются для подготовки к новому учебному году. И рассчитаны на всех школьников. Но фактически их смысл Владимир Путин, в общем-то, и не скрывал. Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены. И мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно, по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Финансово федеральная власть поддержит и неполные семьи с одним родителем. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет выплатят в среднем 5,5 тысяч рублей. По многочисленным просьбам в сфере образования Владимир Путин восстановил справедливость. Теперь за классное руководство или кураторство доплату в 5 тысяч будут получать и преподаватели профтехучилищ и колледжей. На ремонт педагогических вузов власти потратят 10 миллиардов. К самой же учебной программе у президента возникли вопросы. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно. А кто, просто не знаю, даже не хочу комментировать. Ярко выраженная социальная направленность озвученных инициатив президента в очередной раз подтверждает, что главной задачей для всех остается обеспечение необходимых условий для роста качества жизни и благосостояния людей, дальнейшего эффективного развития регионов. Предложенные президентом России решения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными, нацелены на усиление прямой адресной поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми и неполных семей творческой молодежи. Такие слова губернатора Рязанской области Николая Любимова приводит официальный сайт регионального правительства. А депутат от Рязанской области Андрей Макаров назвал озвученные первым лицом государства меры поддержки абсолютно конкретными. Борьба с бедностью, это очень важное условие, приобретает очень адресный характер. Вот мы поддерживали, создали систему, создавали систему поддержки, в первую очередь семей с детьми. Семьи с детьми, ну вот давайте вспомним поддержку до трех лет, от трех до семи лет. Сейчас эти меры поддержки дополняются уже свыше семи лет, если семья нуждается. В Рязанской библиотеке имени Горького на совместный просмотр послания президента пришли представители региональной общественной палаты и гражданские активисты. Каждый в тезисах Владимира Путина нашел свой смысл. Мы видим четкие посылы, направленные на решение демографической ситуации, жесткие требования по экологии. Я не могу об этом не сказать. И задачи конкретные, несмотря на сложную ситуацию, выполнение, безусловное выполнение всех национальных целей и приоритетов, сохранение этих целей и конкретизация их, серьезная помощь семьям с детьми, для нас, женщин, членов женских организаций, это очень важные меры. Социальная сфера здравоохранения – это учебники. Вы знаете, у меня вот зацепило слово учебники, то, что нужно их пересмотреть. И воспитать молодежь в том ключе, как воспитывались мы, и уважение к старшему поколению, вы знаете, вот прям зацепило. Внутренний туризм – еще одна тема, на которой Владимир Путин остановился отдельно. Новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» придаст новое дыхание развитию курортов, малых городов и здравниц России. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 20 апреля в «Точке кипения» прошел публичный отчет органов власти. В этот раз на вопросы рязанцев ответила заместитель председателя правительства Светлана Горячкина, а также министр промышленности и экономического развития, имущественных и земельных отношений, финансов, цифрового развития, информационных технологий и связи. Сохранить деловую активность в экономике и устойчивость бюджетной системы – именно такие цели стояли перед органами власти с самого начала пандемии. К ограничительным мерам, по словам заместителя председателя правительства, Светланы Горячкиной удалось подойти взвешенно и оперативно, чтобы дать экономике быстро восстановиться. С самого начала пандемии системообразующие предприятия в Рязанской области, их 325, продолжали свою работу. С 11 апреля были открыты все промышленные предприятия, стройки и сельхозорганизации. Они работали с жестким соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтапно сняли ограничения в сфере торговли, общественного питания и в сфере услуг. И это дало свои результаты. Уже с июня 2020 года промышленность у нас стала показывать устойчивый рост. И по итогам 2020 года сработало с ростом на 6,3%. По этому показателю мы заняли четвертое место в ЦФО и десятое место по Российской Федерации. В 2020 году у нас увеличился и оборот розничной торговли. И хоть рост у нас чуть более 0,5%, но Рязанская область стала единственным регионом в ЦФО, где розничная торговля в целом сработала с положительной динамикой. По Российской Федерации этот показатель занимает восьмое место. Для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии было разработано три пакета антикризисных мер, в состав которых вошли и льготы. Для всего малого бизнеса сроки уплаты налогов удалось продлить. Если в других регионах это было сделано только для пострадавших отраслей в нашем регионе, абсолютно каждый субъект малого и среднего бизнеса мог перенести срок уплаты своих основных налогов на более поздний период. Была предоставлена срочка уплаты аренной платы по договорам за государственное и муниципальное имущество. А наша организация инфраструктуры поддержки, в первую очередь это гарантийный фонд и фонд микрозаймов, более чем в два раза увеличил объем выдачи льготных займов нашим субъектам МСП. Светлана Горячкина отметила, за прошлый год было реализовано четыре национальных проекта. Производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы, международная кооперация, экспорт и цифровая экономика. На отчетной встрече за 2020 год министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Варфоломеев добавил, что индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 107,1%. Наибольший вклад в такой результат внесла наша оборонка. Она сработала с плюсом в 12,4%. Кроме того, он отметил наращивание производства лекарственных средств в 1,6 раза. Отвечая на вопрос от губернатора Николая Любимова о подготовке региона к участию в Петербургском экономическом форуме, Андрей Варфоломеев сообщил следующее. Естественно, поручение губернатора мы выполняем. Мы работаем в тесной связке с корпорацией развития Рязанской области. Традиционно в таких мероприятиях мы участвуем. Это и сочинский инвестиционный форум, и Петербургский международный экономический форум. Участвуем мы с выставками. Забронирована выставочная площадь. Выставочная площадь будет застроена нашей корпорацией. Мы презентуем наши основные инфраструктурные проекты. Это аэрокосмическая инновационная долина. Это индустриальный промышленный парк Рязанский, о котором я только что говорил. Это тассер лесной промышленный парк Карандаш. Это создаваемый новый тассер Новомичуринск. Министр добавил, что запланирован ряд соглашений с субъектами Российской Федерации, в частности, с Орловской областью, Алтайским краем. С калужскими партнерами продолжится предметная работа по развитию межрегиональных коопераций, в частности, производство компонентов для автомобилей. Сформирован пул инвестиционных соглашений для подписания на форуме. В настоящее время в портфеле региона их 11. Во время публичного отчета было отмечено, что взаимодействие с экспортерами во время пандемии продолжилось онлайн. Работа с инвесторами также не приостанавливалась. Олеся Катруфская, телекомпания «Город». В Рязанской области полицейскими задержаны трое иностранных граждан, подозреваемых в распространении героина на территории ряда регионов России. Подробности в следующем сюжете. В поселке Листвянка Рязанского района полицейские при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» задержали троих мужчин. Граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые прибыли из Московской области на автомобиль «Шкода Рапид». При проверке документов было установлено, что двое иностранцев находились на территории России нелегально. В Рязанской области сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Рязанской области пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в распространении героина на территории нескольких регионов Российской Федерации. Оперативники при обследовании салона в технологических полостях автомобиля обнаружили 10 упаковок с расфасованным в свертке героином по 2,5 граммов. Общая масса изъятой партии наркотического средства составила 974 грамма. По версии следствия, злоумышленники получили героин бесконтактным способом на территории Московской области и транспортировали его с целью дальнейшего сбыта более мелкими партиями через закладки на территории Рязанской, Пентинской и Самарской областей. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент устанавливаются роли и степень участия злоумышленников в противоправной деятельности. В Рязанском театре драмы стартовал спектакль «Пиноккио. Переплыть море». Сама постановка номинирована на «Золотую маску-2021». Ее режиссер Луиза Гуарра. С постановщиком пообщалась наша съемочная группа. Постановка на сцене отличается от того, что привык видеть русский зритель. Веселый буратино, распевающий песни – это совершенно другая история. Классическая итальянская сказка куда мрачнее. Не дивентата эвиденте. Я исходила из того, что «Пиноккио» – это игрушка. И, соответственно, исходила из финала. И так, да, мальчик просыпается. То есть игрушка становится мальчиком, ребенка. А то, что ребенок просыпается, и просто его игрушка перестала выполнять свою функцию. Луиза Гуарра подошла к постановке с психологической точки зрения, как психоаналитик, говорит она. «Пиноккио» – это объект, на который переносится реальность. Он всегда играет в смерть. Но все эти смерти обратимы. Например, убивают сверчка, а фея сразу говорит, что она умерла. Через игру мы можем эмоционально прожить реальность, осознать реальность. А смерть – это самый экстремальный опыт, объективная реальность. Вероятно, по этой причине постановка и стала номинантом престижной профессиональной награды «Золотая маска-2021». Критики и режиссеры выбирали номинантов по всей стране. Из сотен спектаклей выбрали меньше 50. В номинации «Драма», например, 20. Среди них и постановка Луиза Гуара «Пиноккио – переплыть море». А объявление победителей состоится на днях. И режиссер говорит просто «Волнуюсь». Пытаюсь найти баланс, скажем так. Пытаюсь поднять, разобраться в своих эмоциях. С одной стороны, хочется победить. С другой стороны, я пытаюсь сказать себе, что, ну, может быть, это не самое важное. Но пытаюсь как-то, да, пытаюсь уравновесить себя. Награждение состоится 22 апреля. А пока рязанские зрители могут насладиться этим и другими спектаклями в Театре драмы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова